Всем привет дорогие друзья, с вами First One, а это очередной выпуск посвященный игре Кризис ВКонтакте. Итак, друзья, у нас есть множество работы предстоящей, хотя все ивенты вроде как закончились, но тем не менее есть чем заняться. У нас есть операции и у нас есть битва за алмазы. Я сейчас, когда ивент закончился, стараюсь каждый день выполнять несколько боев именно в битве за алмазы, чтобы прокачивать нашу элитку. И также выполнять хотя бы одну операцию. Также я открыл новый сектор и начинаю помаленьку расчищать руины. Так, ну ладно, мы готовы отправляться. Переходим на карту мира. В основном, знаете, когда я участвую в битве за алмазы, я стараюсь не тратить лишние войска, потому что если нам вдруг попадется какой-нибудь особо крупный донатер, то нас все равно ничего не спасет. Поэтому используют только минимально необходимый набор. Это пехотинцы и пулеметчики. Если враг слабее нас, то все-таки пехотинцы часто справятся, даже несмотря на то, что враг будет выпускать танки или какую-то элитку непрокаченную. Если враг слабее. Если враг сильнее, то даже если бы мы какие-то танки привлекли к атаке, часто не справились бы и таким путем. Можно, конечно, нанимать элиту и прочее, но я думаю, так гораздо проще. Максимальные наши потери могут составить только 5 пехотинцев и 2 пулеметчика. Также хотел бы обратить ваше внимание на то, что в ходе сражений те войска, которые мы сэкономим в случае победы, они у нас останутся на будущее. Но если мы проиграем, вне зависимости от того, какие войска мы использовали в бою, мы потеряем все, которые выставляли на поле боя. Так что если вы вдруг чувствуете, что вы проигрываете, то не жалейте, выпускайте всех, пускай воюют. Так, по крайней мере я вижу, что у врага не одет костюм, хотя нет, погодите, у него кажется одет самый первоначальный, да, за золотые, если не ошибаюсь. Да, и он больно бьет по нам с ракетниц, похоже этому врагу мы сейчас проиграем. Поэтому выводим все войска на поле битвы, просто так я ему победу не отдам, пускай маленько потратят времени на нее. Не, ну посмотрите-ка, Людмила, у нее же офицер, у нее такая хорошая качаная пехота, и она все-таки проигрывает, непонятно почему. Может быть они эстетики дают о себе знать? А я уже был готов к поражению. Отлично, забираем награду, 10 алмазов в нашей копилке, я молодец, с этим спорить не буду. Но мы отправляемся дальше, я как правило стараюсь каждый день забирать вот эту первую и вторую награду, дальше я уже обычно не суюсь. Стараюсь войска тоже экономить. И встретил еще одно такое сейвери, если враг не находится буквально в первые 10 секунд, то лучше все-таки отменить поиск и начать его заново. Не знаю, насколько это оправдано или нет, но вот слышал, что если как бы вам не подобрали... О, смотрите, опять Людмила, нам просто везет. Людмила, наверное, тоже рада очередной встрече с нами, ну не знаю, по крайней мере будем надеяться, что она рада нас видеть. Так, стараемся маленько разделить войска, чтобы их сразу всех не накрывало вражескими базуками, гранатами и прочим вооружением. Пока что расклад все-таки в нашу пользу. Ребята, враги все в кучу, мы с разных сторон заходим, щипаем его помаленьку. Но, тем не менее, это сильный враг. Часто бои оканчиваются тем, что вам достаточно вывести один от одного до трех отрядов, и враг либо сдается, либо погибает от вашего войска. Разное бывает, иногда попадаются очень слабые противники, иногда очень сильные. Так, ну а что я говорил по поводу поиска, что вот слышал такое суеверие, не знаю, насколько оно правда или нет, но... Тем не менее, говорят, что если в течение 10 секунд противник не подобран, то потом начинается поиск среди уже врагов, которые могут сильно от вас отличаться по опыту, силе. И лучше все-таки именно искать врагов первые 10 секунд. Не знаю, насколько это правда или нет, но не хочу рисковать. Если есть хотя бы какая-то доля сомнений, то лучше все-таки поступать так, как говорят. Так, у врагов гораздо сильнее прокачано РПГ. Так же выезжает танк. Кажется, вот все, что с этими красненькими, это уже значит с купленным комплектом, с купленным костюмом. Это меня не очень радует, конечно. Вывоем все войска, нам деваться некуда. Все равно мы их проиграем, потеряем, даже если не выведем в случае поражения. И, похоже, поражение нам не миновать. Так, давайте, ребят, закидывайте этот танк с гранат, выводите его из строя. Он нам тут хуже горькой редьки, уже мешается. Давайте, сделайте там еще залп из РПГ, сделайте что-нибудь. Танк мы подбили, но у нас совсем не осталось войск. Так, один пулеметчик, да? Парень, ты справишься, вот этого еще добей, и все, мы будем тебе просто рукоплескать. Это была отчаянная битва. Ё-моё, наш парень, он, да, он, кажется, все-таки выигрывает. Отлично. На последних хитах это была отличная победа. И получаем нашу награду, следующую, 20 алмазов. Я молодец, у нас теперь 73 алмаза, и давайте что-нибудь из наших войск прокачаем. Вообще, лучше, конечно, выбирать, наверное, что-нибудь одно. Десантники хороши против пехоты. Морпехи хороши против танков. Ну и, собственно говоря, минометчики тоже хороши против танков. Но минометчики очень хороши, но встречаются редко. Там морпехи подешевле. В общем, не знаю, на кого тратиться, поэтому начал тратиться на морпеха. Может быть, стоило все-таки начать с десантника. Ладно, морпех так морпех. Давайте купим газовые патроны. Будешь на 300 единиц урона больше наносить вражеской технике. И также, когда мы купим все, у нас, похоже, откроется дополнительная способность. Но, как видите, как правило, какой-то ингредиент нужно покупать за золотые. И я как-то золотые тратить на улучшение элитных войск не намерен. Я лучше прокачаю свои рядовые войска, потому что у меня есть некоторые сомнения по поводу применения элитных войск. Все-таки мы будем, наверное, какую-то элитку получать также в арсеналах всеразличных ивентов или за выполнение каких-то заданий. И вполне возможно, что эта элитка будет лучше даже максимально прокаченной нашей. Ну, не максимально, но все-таки. Ладно, готовим новые войска, потому что сейчас я намереваюсь отправиться на выполнение операции. У нас она только одна, черные пески. По завершении получим 730 денег. Отправляем наши войска и не обязательно ждать, пока они доедут. Можно просто тем временем вернуться на базу и заняться своими делами. Когда продвижение наших войск закончится, нас известят. Я, кстати, маленько прокачал РПГ для наших пехотинцев и хотел бы качать его дальше, но это все дороже и дороже. 110 денег получим в случае победы. Кстати, раньше, помню, когда я начинал еще играть, я думал, что поиск боев между простой битвой за алмазы и выполнением операций идет среди одних и тех же игроков. И только потом заметил, что изначально в битве за операцией участвует больше пулеметчиков. И поэтому, естественно говоря, что войска делятся именно среди тех, кто воюет в операциях и среди тех, кто воюет в битве за алмазы. Так, нам что-то не могут подобрать соперника. Попробуем еще раз. Это, похоже, юмор разработчиков, бум-кола, напиток будущего. Так, Максим Сурко против нас. Так, ну, у Максима, похоже, не особо силен. Сейчас посмотрим. Да нет, у Максима есть танк. Причем довольно-таки мощный танк. Господи, еще один. Он даже тут элитную технику выводит на поле боя. Что ж с тобой делать, Макс? Похоже, придется тебе проигрывать. Ну, просто так мы победу врагу не отдадим. Маленько с ним потягаемся, но, судя по всему, недолго. А вот иногда операцию можно пройти очень легко, там, встретив всех противников на пути довольно-таки слабых. А иногда можно зависнуть надолго и растратить, может быть, даже все войско, которое у вас было в запасе. Что ж, враг нас одолел. Возвращаемся на базу и сразу же ищем следующего. Не все же такие сложные. Будем надеяться, с этим парнем будет попроще. Это Николай Петров. Да, Николай раскладывается просто на ура. Даже удалось сэкономить часть наших войск. Вот бы он нам почаще попадался. Забираем награду, наши войска продвигаются дальше. Ну, а пока не в пути, возвращаемся на базу и смотрим, что мы еще можем сделать. Поецать! Я пока что не тороплюсь тратить деньги на создание новых бронежилетов или новых комплектующих к танкам. Танков у нас, в принципе, достаточно. 20 штук, но это немного, но этого хватит, если они нам понадобятся. Гаубицы вроде тоже имеются. Я лучше подкоплю сейчас денег на улучшение наших солдат. Да, иногда враг находится на первых секундах, иногда приходится подождать. Но, как правило, долго ждать никогда не приходится. Всегда есть кто-то в онлайне, готовый с вами сразиться. Так, вот, наконец-то кого-то нашли. Тут такая карта, такое ощущение, как будто кто-то на особо важных картах компании в кресте кинолике играл. Так, у ребят красные наплечники, это что, значит, что у них куплен костюм? Или это просто означает, что это вражеские юниты? Ну, у нас результаты не к черту, друзья. Враг сильно нас перемешивает. Нам тут, похоже, никак не справится. И, кстати, враг тоже распыляет свои силы по разным фронтам, не идет сплошной линией, не стягивает все свои силы в одну кучу. Да, тут мы ничего сделать не сможем. Враг еще зачем-то элитку вывел в самом конце, мог бы и приберечь, и так понятно, что он выигрывает. Сразу же находим следующего. Надеюсь, что это не тот же самый, который был до этого. А, так это опять Максим. Максим, с Максимом мы, кажется... Или, подождите, или с Максимом мы не справились? Вот уже я не помню, справились мы с Максимом или нет. Но, если не ошибаюсь, как раз Максим был слабым соперником. Да, пока что все идет отлично. С Максом особых хлопот не должно быть. Правда, танки он выводит на поле боя. Давайте, ребят, закидывайте танк гранатами. Довольно крепкие танки у врага. Здесь у нас вообще одни пулеметчики, они не особо хороши против техники. У них ни РПГ, ни граната, ничего такого, чем бы можно было легко снести танк. А здесь, пока танк танкует, наших пехотинцев расстреливают вражеские пулеметчики. В общем, расклад не удался. Да, здесь мы проиграем. Да еще и подкрепление пулеметчика. Что ж, ищем следующего врага. Нам отступать уже поздно. Мы хотим пройти всю операцию до самого конца. Я бы мог, конечно, использовать и танки, и другое вооружение, использовать гаубицы. Но на создание всего этого нужны деньги. И если я тут буду тратить в этих миссиях еще и танки, и гаубицы, то, наверное, за эти задания я особо не заработаю дополнительных денег. А больше потрачу на те войска, которые буду тратить на бои. И так вот, даже если рассудить, смотрите, в награду за эту миссию нам дадут 120 денег, да? Ну, давайте посчитаем так. Смотрите, на каждый бой мы тратим 5 пехотинцев и 3 пулеметчика. 120 денег в награду, да? Возвращаемся на базу. Смотрим казарму. Так, в казарме у нас создавать бесплатно все можно. Но вот чтобы натренировать тех же пулеметчиков, нам нужны бронежилеты. Как минимум 3 бронежилета, это 30 монет. Чтобы создавать бронежилеты, нам потребуется покупать кевларовое волокно. Но чтобы тренировать пулеметчиков и также пехотинцев простых, нам потребуется покупать автоматы и оружие. И, в общем, не знаю, это, конечно, неохота сейчас заморачиваться и все это просчитывать. Но если проиграть сражение 2-3 раза, ну, там, допустим, наверное, больше 2-х раз, то ты уже выходишь в минус. А если ты еще при этом будешь использовать какие-то танки, то уж наверняка. Единственное, что за эти миссии также еще дают рейтинг, который помогает нам нанимать новых военных специалистов, это да. Так, ждем соперника. Видно, он не может загрузиться. Не знаю. Прождать можно долго, но будем надеяться, что в ближайшее время он все-таки здесь окажется. Или, возможно, наоборот, нам стоит надеяться, что его здесь не будет, и тогда нам автоматически зачтут победу, наверное. Так, битва начинается. 3-2-1, поехали. Кто против нас? Андрей. Андрей, ты как, слаб или не очень? Так, что-то Андрей сидит и ничего не делает. Может быть, он вылетел из игры, а может быть, он ждет, пока мы подойдем поближе. Так. Фух, ребята, это был настоящий бой, нелегко нам далась эта победа, но тем не менее мы сделали это. И отправляемся дальше. Так, у нас есть уже тысяча монет, но я думаю, пока не буду тратить деньги, а лучше подкоплю на какое-нибудь улучшение, которое стоит больше тысячи. Вообще, мои склады вмещают максимум тысячу денег, но если выполнять операции, то можно сделать небольшой перерасход, и тогда мы сможем, ну, например, прокачать наши танки на урон по технике, хотелось бы. Плюс 600 урона, это неплохо. Или, например, броню. 2500 здоровья, тоже неплохо. Нам опять приходится ждать соперника. Видно, нам сегодня попадаются какие-то оппоненты, которые играют с помощью калькулятора. Так, Сергей Макаров решил сразу выводить на поле боя не иначе, как танк. Ну что ж, попробуем подпустить его поближе и сразу же закидать его гранатами. Хотя у него тут неплохая уже поддержка по пятам, и наш план может не сработать. Да, танк довольно прочный. Да, тут мы проиграем, друзья. Ничего нас не спасет. Я уже знаю, что проиграю, но тем не менее продолжаю до последнего. Не то чтобы я на что-то надеюсь, но просто не хочу давать легкую победу врагу. Мне обидно, что он меня сделал, и пускай хоть маленько посидит перед монитором. Потратит свое время на нас, так же, как мы на него свое. Ну что ж, опять соперник, который заставляет себя ждать. Надеюсь, это не тот, с которым мы дрались до этого. Кажется, нет. Этот враг, похоже, очень слаб. Это нам на руку. Думаю, двух отрядов должно хватить. Отлично, друзья. Забираем наши деньги, и у нас остается еще одно задание до конца операции. Расчищать пока что ничего не буду, на это надо потратить деньги, а я хочу тратить деньги только после того, как мы уже поставим на улучшение наши танки. Николай Гребенюк. Посмотрим, чего ты стоишь, Николай. У тебя есть танк, но он простой, не улучшенный. Это меня радует, а то в последнее время мне сегодня только прокаченные враги уже с костюмом на танк попадаются. Он правда тут выводит какую-то элитку, но будем надеяться, что ему это не поможет. Господи, он выводит еще один танк. И еще одного элитного бойца. Парень не жалеет ничего, все для победы. И похоже, свою победу он все-таки в итоге получит. Парень не жалеет. Да, получит. Ну ладно, парень, забирай. Ты, в принципе, не особо силен, но потратил много войск, чтобы получить эту награду. Я вот пытаюсь экономить, так что ты взял свое. Парень не жалеет. Отлично, нам подобрали противника. Надеюсь, что этот бой уже будет последним. Так, у врага два специалиста, это меня уже не радует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да еще и танк поехал. И его пулеметчики, кстати, неплохо снимают здоровье нашей пехоты, этих им... их беглым огнем. Способностью, которая несет урон по площади. Сами видите, по шкале нам тут уже надеяться не на что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То и дело, хочется еще там кинуть танк, например, чтобы, вроде как упрощить свои позиции, но вовремя приходит самообладание, понимание того, что, допустим, вот прошлого врага я бы даже с помощью танка не одолел. И что толку танке зря тратить? А если враг слабеет, то врагам и танк не поможет. Так, что же, очередной бой. Надеюсь, это уже конечный. Так, сразу танк и сразу, как видите, прокачанный танк. В общем, наши шансы резко стремятся к нулю. Еще до того, как враг выявил свои основные силы. Наши ребята тут, конечно, закидывают врага из РПГ и гранат, но это им не особо помогает. Их даже анестетики не особо-то спасают. Мы с большим трудом смогли продавить первый танк. Почти смогли. Что уж там говорить о втором. Ладно, неохота уже тратить свое время. Охота уже побыстрее закончить эту миссию. Знаете, многие там говорят... В общем, у всех свои, знаете, легенды, как именно поймать противника, который будет слабже вас, как там не сражаться только против донатов. Кто-то выдвигает предположение, что... Точнее, кто-то говорит, я играю только там в такое-то время, когда все донатеры спят, и там только простые игроки. В общем, у каждого свои какие-то заморочки, свои суеверия. Что-то наши ребята как-то делятся. Один туда, двое сюда. Выезжает танк, но что меня радует, это обычный простой танк. Без всяких прокачек. А вот эта штука меня уже не очень радует. Так, тем не менее, она наносит неплохой урон, но рассыпалась она очень быстро. Так, ребят, добейте уже этот танк. Сколько можно с ним мусолить? Отлично. Ну, у врага еще неплохая шкала. Не знаю, почему он проиграл. Он мог еще вывести какие-то силы. Забираем нашу награду. Что тут у нас? Итак, нам теперь доступен пулеметчик-ветеран Вадим Немиров. Своим примером покажет, что в атаке главное не меткость, а натиск и скорострельность. Увеличивает урон тяжелой пехоты на 10%. Ну что ж, отлично. Новый военный специалист нам доступен. Также 230 денег довеском. У нас теперь 1560 монет. Заходим в командный центр и прокачаем танк. Так, что же все-таки? Плюс 600 урона или плюс 2500 здоровья? Я думаю, все-таки возьмем урон. Пускай качается, у нас остается еще 310 денег, но мы могли бы, наверное, что-то незначительное прокачать. Нет, здесь 480 нужное. Здесь 490. Ну и это не особо нам нужно. Урон пехоты по технике. Самый основной урон она наносит именно с РПГ и прочих средств. Но мы можем продолжить расчистку территорий. И можем приобрести новые бронежилеты. Они нам скоро понадобятся, потому что мы потратили сегодня довольно-таки большое количество пулеметчиков. Всего 7 осталось. Да и простых штурмпехотинцев осталось довольно мало. Прикуплю на будущее. Я как-то уже привык делать запасы. Все остальное мне в ближайшее время не понадобится. Ну что ж, как видите, статистика неутешающая. Одна победа, 3 поражения. Одна победа, одно поражение. Одна победа, два поражения. Победа-поражение. Три победы подряд. Ну, всегда по-разному. Когда-как, как повезет. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. С вами был 111. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok